вот автомобильчик россия телевидение радио а рядом улица петровка помните фильме но это я говорю соплеменникам которые жили во времена советского союза петровка 38 я говорю 16 ну естественно вот они кремлевские стены и вот теперь наш дворец металлургов пусть каменногорске мы живем вон там шутка конечно там напротив кремля вот на своя кстати у вас такой же фонтан если что так получается так фонтан у нас такой же представь кто бы мог подумать оказывается спасибо сталину это он построил у нас дворец металлургов казахстане восточном казахстане горки каменногорск окажется это был мини-мини большой театр садника сейчас мы не маленько рассмотрим 4 до лошадки ребята вот оказывается просто продают билеты вообще легко сказали мы боремся спекуляция билетами это дяденька не худой мягко говоря вот там сейчас можно зайти все там путешествие в реймс я думаю премьера до сегодня до историческая цена туган сахиев дамиану микки летом режиссер постановщик валили парисов карла петти джакини арсини опера в двух действиях 3000 рублей стоит перед без проблем вот он спокойно а почему интересно стоит гос цена или может быть они уже по гос цене даже продают круче можно сходить но мы как в униформе и мы хотим еще не дойти до храма христа спасителя хотя уже время но мне радует что в нашем скромном городе скомногорске мы живем практически двух метрах от такой же площади театральная площадь номер один здесь владимир ленин выступал с 18 по 22 год и 20 ноября 22 года ноябрь да печальный месяц у меня попомер тоже ноябре он выступил последний раз владимир ильич ленин но в истории такая личность раньше молились на него дедушка ленин это все носили значки когда он был маленький такой кучерявый еще удивилась как мог человек такой кучерявый стать таким лысым а в этом здании работал московский художтеатр 2 созданный великим актером михаилом чеховом с 24 по 1936 год российский академический молодежный театр сейчас и низкие рассказы 1821 году 70 год 19 века подлежит государственной охране в общем для художественной жизни арарат парк хаят кстати хаят тоже смотрел 10 тысяч рублей стоит номер через букинг так и следите наверно будет генезис но это не бэнтли да ребята все думал где государственная дума находится наверно не отдыхают по скажу у них у наших дети у ваших пардон вот такая вывеска красивая а это еще красивее государственная дума где жириновский мочит корки и сенатор арашуков но такой хороший оказался нехороший или сена в другом месте может быть но может я ошибаюсь меня простит александр пушкин пазил московский университет сентябре 1832 года вот это здание в 1832 году посетил александр сергеевич пушкин все к кремлю стремились пушкин в том числе ленин тут выступал оказывается как бы там ни было людей он магнитит этот кремль памятник ломоносова какой-то не пиво извиняюсь пьет молодежь кстати ломоносов оказывается умер то было ему 165 54 года я подхожу к возрасту ломоносова до надеюсь я еще поживу московский государственный университет имени ломоносова как это студенты университета имени ломоносова все четыре года жалко декаб ленина и памятник достоевском такая скромненькая надпись я как раз о нем перед отъездом биографии его просмотрел посмотрел а биографический фильм кстати где миронов снимается в роли достоевского что-то там как бы все он бедный в долгах был и потом только потом когда его жена взяла дела в руки они выпутали всех из финансовых не мог человек распоряжаться финансами реально не мог и кстати он каторгу отбывал в городе 7 палатинский который расположен в городе скаминогор всего 200 километров здесь он себе палатинский 7 палатинским ядерным полигоном где испытывали ядерные бомбы потом естественно закрыли его рекультивация идет оспом до сих пор но институт имени курчатова там остался в городе город курчатов также институт остался то есть ведется там есть даже какие-то шахты разрабатываются это символично мы кстати в пасха будет воскресенье находимся в москве куличи продаются на каждом шагу и вот мой тезка красиво месте находится возле таких башен есть владимир красное солнышко с крестом видите ручь покрестил так что владимир щитовое имя музей мины пушкина здесь очень большая коллекция дорогих картин и галереи вот перед глазунова ну и вот красавчик храм из пепла восставший как птица феникс сначала взорвали потом опять построили ребята вот это вам кощунство возле храма как сказал она наташа даже какой-то ресторан совсем с ума сдурили что ли кому не хватает денег а кстати об этом было что такое что сдают все что только можно но грандиозный я думаю владимир владимирович не знает что возле храма ресторан и христос воскрес охрана патриарха ну вот такие украшения ребята здесь сейчас патриархия руси кирилл на помазание кирилл мазал а президент не приехал пока завтра при президент а сейчас нас пустят а сейчас нас пустят туда в храм и вот это выходит вся служба во главе с патриархом но кирилла мы смотрели по телевизору хорошо он вел передачу ребята я пересмыслил москву какая-то добрая настала тут полицейского я тут главное я вас пущу сейчас пройдет патриарх кирилл будет проходить буквально в трех метрах от нас а храма тут конечно беспокоится и вот он патриарх кирилл идет где он но не с крестом же он но москве конечно мне не лучшую сторону складывается вот он он да но идет молодец он же он или нет он или там где охранники там смотрят а и 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 сейчас немного сказали будет здесь кошмар сегодня 20 6 апреля эти и сегодня так хорошо спалось если честно вообще вот у меня 53 года то у меня что-то там желчный там у меня полип какой-то кстати он пока не опасный но если больше 0 8 миллиметров то он опасный а сегодня спалось как младенцу и оказывается наш хостел хостел за этим зданием находится кстати такой исторический центр москвы но очень красиво если честно мы вчера ходили тут вечером пьянки гулянки мотоциклы байкеры ну здорово так вот здесь оказывается находился я на златоустовский монастырь с 1412 года вы представляете какое историческое место здесь оказывается и в 1933 году то не живусь и маманька шумы коммунисты коммунисты златоуст и мастер был снесен с лица земли а его священнослужители как и тысячи других были подвергнуты репрессиям значительную роль становления играли русские князья 1479 великий князь иван 3 заложил на собственные средства 706 петр учредил за узком монастыре архимандрию сорок втором перетры цель елизавета пожаловаться средства на строительство новой церкви а мне от монастыря которым 500 лет вот жизнь современно возле монастыря но самое интересное ребята что люди которые как сказать были в этом монастыре апраксины вице-адмирал синявин контр-адмирал муханов генерал аншиф румянцев это генерал аншиф матюшкин князья кстати качим косимовские кучумовский че удивительно царь кучум сибирский но он владел наверное нашим городом с кимногорском и так понимаю которому сейчас живем и его сына был хаир в 1591 году был взят в плен в бою близ реки ишим но ишим это сейчас где стоит по моему на ишиме стоит астана же да ну рядом да на ишиме вот и заплененным царевичем были сохранены все привилегии а был хаир обратился к отцу с призывом воспользоваться милостью русского царя но кучум отказался вот он перешел на службу принял православие стал называться андреем кучумовским и женился на княжне ирине ноготковой оболенской и что прямые потомки рюрика кольцовую массальские прямые потомки чингисхам чумовичи оказались похороненными рядом под стенами соборного храма златоустовского здесь были похоронены представляете вот они древние стены храма вот такая москва впечатляет если честно все восхищают там франции еще чем-то ребята восхищайтесь своей столице просто раньше некогда мне было по этим переулкам ходить время не было а тут видите и кстати если орехи то муму кафе это нам естественно в хостеле девушка посоветовала но замечательно это у нас такая тоже сеть есть пицца блюз ничем не хуже ребята готовят ценник такой же как у нас у скаменогорске самое интересное двоих это 700 рублей по-моему получилось но это очень много всего набрали если честно мы ничего не оставляем такая еврейская у нас примета ничего на тарелках не оставлять что взяли то съели или с собой забрали я считаю что это правильно я когда помню когда нас в школе проходили мы про блокаду ленинграда и когда рассказывали там как люди страдали за еду и то что они там ели то я всегда когда я что-то вижу лишнее выбор выброшенное продукты не дай бог и всем вас призываю никогда не бросайте ничего и мусорку отдайте птичкам детям не знаю но я и детям не смысле и объедки а смысле меня поняли правильно все девочка в красном лежит а вот трактор ну я думаю это наверное довольно такой исторический трактор porsche дизель стандарт это естественно возле ресторана марки утром московская мы сейчас попробуем попасть храм христа спасителя где мы вчера видели патриарха пасха все-таки первая жизнь и пасха в москве он оказывается бывший интеллигентный человек где живет возле эцетера до калягинский театр вот счастливые люди кстати в москве их не так много стало вообще мало я помню раньше на каждом шагу в раньше 3 до 90-е годы а слава богу это уже идейные они такие редко кто до такого состояния доходит а